Здарова ребят, с вами Акер Механик. Многие задают мне вопрос, почему у них в зимний период очень сильно увеличивается расход топлива. Сегодня расскажу о нескольких причинах, что увеличивает расход топлива в зимний период. На дизельных, бензиновых моторах воздушный фильтр не добавляет расхода вашего топлива. Что в летний, что в зимний период. Он добавляет расход топлива тогда, когда он просто тупо забит. Поэтому меняйте его почаще, раз хотя бы в 10 тысяч километров. Не экономьте на такой копеечной запчасти. Ну а теперь о расходе. Что увеличивает расход вашего топлива? Когда температура понижается и находится меньше нуля градусов, то, как вы понимаете, двигателю требуется больше времени, чтобы добраться до оптимальной рабочей температуры, которая практически на всех моторах составляет по датчику температуры 90 градусов. Все это время, пока двигатель прогревается, двигатель находится его, то есть рабочая смесь топлива подачи находится не в оптимальном режиме. Газофазы вывернуты на максимум, опережение зажигания и так далее, топлива подача на максимум, все на максимум. Чтобы двигатель прогревался быстрее, у вас должен быть исправен термостат. Термостат на современных моторах практически на всех сейчас электронный, то есть он управляется от датчика температуры мотора. Этот датчик очень часто глючит. Особенно, если у вас автомобиль начинает плохо прогреваться или падать температура даже на ходу, понимаете? То есть вы, грубо говоря, ставили на светофоре, постояли минутку, и у вас температура буквально там сразу же упала до 70. Это говорит о том, что у вас неправильно работает термостат. Так как термостат электронный, в первую очередь меняют датчик. Если датчик заменен и все продолжилось, тогда все дело в термостате. Термостат очень часто сейчас идет под замену у многих автомобилей. Очень много бракованных, особенно это на ВАГах было, в свое время на Ауди, там 1.3, 1.4 TSI, кстати, мотор, который сейчас ставится на Шкоду, как я уже говорил. Все там термостаты, очень много бракованных. Расход увеличивает такой момент, что у вас могут быть уже неисправные, то есть плохо разогреваются, свечи накалываются. Если они разогреваются долго и не выходят на оптимальную температуру, двигатель плохо прогревается. В первые, например, 4 минуты свечи накала помогают дизельному двигателю как следует разогреться, чтобы было нормальное воспламенение. Если они работают плохо, двигатель, естественно, работает и выходит на эти режимы неоптимально. В купе у вас может быть отсутствовать или плохо работать уже подкачивающий насос Вибаста, если он у вас, конечно, есть. Если у вас нет, то, естественно, тогда работоспособность свечей накала для вас вообще стоит на первом месте. Очень внимательно к ним относитесь, меняйте, они стоят недорого. Не надо экономить на том, что вы больше отдадите на топливо. Следующий момент, который бы я ответил зимой, следите за работоспособностью вашего генератора. Зимой особенно плохо работающий генератор сказывается на недостатке энергопотребления вашего мотора. Все современные двигатели и вообще электронные системы потребляют очень много электричества. И недостаток этого электричества, если ваш генератор работает плохо, не выдает достаточное количество тока, начинает сосаться с аккумулятора. Аккумулятор плохо подзаряжается, отдает свой ток, естественно, это насказывается на мощности мотора. Как-то вот так. Я думаю, что это, наверное, все причины основные. Если ваш мотор исправен, у вас исправна топливная система. Кстати, по поводу топливной системы. А особенно зимой, если вы очень давно не меняли топливный фильтр, может сказаться ваш увеличенный расход. Или недостаточность поступления топлива, как говорится, в систему впрыска. Бензиновых моторов это касается в наименьшей степени, конечно же. А вот дизельных в большей степени. Так что желаю вам, грубо говоря, вовремя обслуживать свой автомобиль. Не бояться того, что что-то вдруг с вами случилось. И, конечно же, напоследок скажу, что, в принципе, любой двигатель, дизельный или бензиновый, не может кушать столько же, сколько он употребляет в теплое время года. Ну, когда больше 10 градусов Цельсия, да. Естественно, в мороз двигателю требуется больше, так сказать, усилий, выхода на рабочий режим. И пока, особенно если вы эксплуатируете в городе, то зимой двигатель будет потреблять больше топлива однозначно. Но, конечно же, не на 50 процентов и так далее. Если вы увидите такие показатели, то вам нужно об этом подумать. Кстати, пацаны, знаете, как я проверяю, пора менять жидкость в гидроусилителе или нет. Я беру шприц и засасываю немножко жидкости гидроусилителя. О, видите, сколько отработочки. Просто жесть какая-то. В таких случаях жидкость надо бы уже менять. Она не должна быть черная. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время я этим займусь. Кстати, друзья, многие из вас спрашивали, с чего это я вдруг взял, что перелив масла по уровню, да, является недопустимым. Моторного масла я имею в виду. Так вот, даже у меня на автомобиле, вот есть такая табличка. Официально сниму, где написано, что перелив моторного масла может повредить катализатор. Официальная запчасть у Volkswagen. Я думаю, не стоит спорить с производителем, как вы считаете. Ну, а на сегодня я, наверное, буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Постараюсь с вами делиться полезными советами. С вами был Акер Механик. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok